8.39 в Санкт-Петербурге. Наш большой утренний эфир продолжается. Василий Киров, Людмила Ширяева. И чем уникальна наша программа? Тем, что у нас есть и развлекательная часть, и невероятно деловая важная, к которой мы и переходим. Да, прямо сейчас поговорим все-таки на серьезную тему. Расскажем, что такое социальный фонд России. Это такая новая структура. А все дело в том, что с 1 января 2023 года предлагается как раз-таки объединить пенсионный фонд России и фонд социального страхования. В единый социальный фонд Российской Федерации. Прямо сейчас эту тему обсудим с адвокатом у нас в студии Оксана Головичева. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот сразу вопрос, который напрашивается. А вообще для чего понадобилось объединить вот эти, казалось бы, самостоятельные большие структуры? Ну, первая цель, естественно, это оптимизация для того, чтобы государство меньше тратило ресурсов для обмена документами между этих фондов, а также для упрощения работы этих фондов для граждан. Для того, чтобы мы не бегали со своими справками в два фонда, можно обращаться в единый. Ну, также в этой такой достаточно действительно важной новости сообщается, что предлагается установить единый тариф на социальные взносы. Вот тут-то как раз-таки хочется поподробнее вас расспросить, что это за единый тариф, кого он коснется, и вообще, в принципе, кому может быть интересна тема вот такого объединения. И у нас разные были взносы, мне казалось, они и были везде одинаковые, нет? Ну, что касается работников, работники изменений не заметят. Скорее, эти изменения коснутся для работодателей. В первую очередь, все взносы будут объединены в единый тариф, и размер этого единого тарифа значительно не увеличится. Для работников еще есть плюс для тех, кто не был в штате, например, работает не по трудовому договору, а по гражданско-правовому. С нового года работодатель должен будет удерживать этих договоров, в том числе взносы в социальный фонд. Это значит, что работник, работающий по гражданско-правовому договору, сможет получить пособие по нетрудоспособности и по беременности и родам. Сейчас работники, работающие по гражданско-правовым договорам, этого не получают. Оксана, давайте сразу тогда проясним, раз уж мы заговорили про этот единый тариф, какие взносы, в принципе, были в Пенсионный фонд России, какие в Фонд социального страхования. То есть этими взносами всегда занимается исключительно работодатель. То есть по большому счету работник не вникает в эти процессы даже. Не вникает, они удерживаются от заработной платы. И это были разные две ставки в зависимости от размера заработной платы. Сейчас будет эта единая ставка порядка 30%. То есть получается работодатель будет отчислять вот единый взнос за каждого работника, вот как раз таки в новоорганизованный фонд социальный фонд России. Есть подоходный налог, он отчисляется, и плюс еще 30% будет забираться. Ну, а их и так сегодня забирает работодатель с вашей заработной платы, взносы в Пенсионный фонд и в Фонд социального страхования. Для того, чтобы вы получали в будущем пенсию. Это были отдельно раньше просто цифры. А сейчас это все будет вместе. Для оптимизации, опять же, налогообложения, для оптимизации работы с выплатами, и в том числе для оптимизации самой отчетности для работодателей. Оксана, но вот вы сказали, что действительно работников и нас, в принципе, работников, это не коснется. Или все-таки коснется, Вася. Потому что всем этим будет заниматься отдел кадров и бухгалтерия. А вот вы сказали, что такой социальный фонд России нужен для того, чтобы мы не бегали со справками разной организации. Мы это в смысле обычные люди, работники. Давайте с этого места поподробнее. Как конкретно простых людей, простых работников коснется это объединение? Куда нам теперь не нужно бегать? А может быть, куда-то нужно? Да. Например, женщина, которая беременна, для того, чтобы получить выплаты по беременности и родам, она должна была обратиться в социальное страхование. Для того, чтобы получить, например, материнский капитал, она шла с документами в Пенсионный фонд. Сейчас фонды объединятся, и не будет необходимости собирать одинаковые пакеты документов в тот и другой фонд. Кроме того, например, по инвалидности. Если пенсию по инвалидности мы получаем в Пенсионном фонде, то если нам нужна коляска или протеза, это социальное страхование. И поэтому это достаточно неудобно для граждан. Сейчас это будет одно окно в одном здании. То есть, подожди, один пакет документов взамен ранее собранных двух пакетов, какие еще изменения? Одно окно и какие еще изменения? Ну, безусловно, количество этих подразделений не уменьшится. Обещают, что Пенсионный фонд объединится с социальным страхованием, и количество общих данных фондов не уменьшится. Таким образом, офисы останутся на прежних местах, просто поменяется название, и функционал будет расширен. Вот как раз я и хотел спросить про это единое окно, про которое вы с Людмилой обсуждаете. Вот с 1 января оно появится. Как это будет все организовано уже технически? Да, с 1 января 2023 года начнет существование этот фонд. Говорят, что работников этих фондов сокращать не будут. Поэтому полагаю, что оптимизация производится уже в настоящий момент, и с 1 января начнут действовать единый социальный фонд. Оксана, спасибо вам большое. На самом деле, тема серьезная. Я думаю, что в наших эфирах мы неоднократно еще будем поднимать по мере появления, может быть, новых вопросов, как раз-таки уже в январе, в новом году. Мы вас благодарим, всегда рады видеть в нашей студии. Оксана Головичева была в нашей студии. Обсуждали как раз-таки объединение пенсионного фонда и фонда социального страхования. Оксана Головичева, адвокат.